Ребят, всем привет! Эта тройка у нас сейчас начнется так, потому что... Значит, я съездил в отпуск и снял этот ролик уже давно, больше чем неделю назад. Я остался прилететь, открываю YouTube, и обзор на Air Monarchy сейчас уже почти у каждого. Сказать, что я был удивлен, не сказать ничего, потому что называется, вот так вот я слетал и не выпустил этот ролик вовремя. Ну окей, значит, начнем вот так. Так, смотрите, вот у нас здесь есть Air Monarchy, да, и если вы все видели, то вам хватит этой информации. Вот у нас Air Monarchy. Крутые ли это кроссовки? Да, они крутые. Стоят ли они своих денег? Да, они стоят своих денег. Сколько они стоят? Стоят они 3800 рублей, но их можно взять дешевле. Где их взять? La Moda, Wildberries, либо Sportmaster. Где их лучше взять? La Moda. Какой размер взять? Либо берете размер в размер от Nike, либо берете с разницей на полуразмера, потому что если вы их возьмете на полуразмера больше, то почему-то у людей нога в них не болтается. Если вы их возьмете на полуразмера меньше, то они все равно будут достаточно свободные, вероятно, потому что они достаточно широкие. Дальше. Какую расцветку взять? Хороши ли черные? Потому что про черные спрашивают чаще всего. Я вас понимаю. В этом ролике я вам даже покажу, почему черные брать не стоит. Но, да, черные самые отстойные. Если кратко, то это не просто субъективно из-за того, что они выглядят как кроссовки за 500 рублей с рынка. Нет. Еще на них сильно виден клей. Еще у них самые отстойные материалы используются. Здесь, в этой расцветке используются, ничего страшного, используются немного другие материалы, используются даже сеткой. И как бы в более жаркое время, по логике, в них должно быть комфортнее. Опять же, выбирать, скорее всего, будете эту модель. Ну и подводя итог. Кроссовки брать или не брать? Кроссовки однозначно брать. И, да, мы с вами уже не раз в моих роликах сталкивались с тем, что кроссовки, которые копируют тренды, такие как Zara, Bershka, Massimo Duty, H&M, то есть я сейчас снимаю ролик уже про кроссовки, там есть H&M, это все, ну, почти всегда не стоит своих денег. А вот это стоит 3800. В Zara кроссовки стоят дороже. Делаем выводы. Покупать нужно вот эту модель. Ну и, в общем-то, на этом все. Теперь начнется ролик, который я снимал давно и который уже просто все показали. Ребят, всем привет. Это тот ролик, которого не должно было быть. Это обзор Nike Air Monarch 4, в котором я вам расскажу, где их купить, как их купить, какой размер купить и с чем их носить. В общем-то, все это здесь будет. Но перед началом, так как я фэшн-блогер, сразу же говорю, в кепке я останусь. Я только что с улицы прибежал и, в общем-то, что-то делать с волосами я не люблю, сами знаете, я только по одежде загоняюсь как-то. Вот. Худи на мне H&M. Сам в шоке, потому что худи H&M для меня это две такие параллельные линии, которые пересекаться не должны были. Новая коллекция стоит 2000 рублей. Действительно, я в шоке, потому что мужской H&M это, ну, мягко говоря, не то, что я люблю. И мне нравится у H&M женская линейка Trend. Вот она классная. Мужской H&M, он что-то с каждым годом для меня все как-то дальше и дальше и дальше по стилю. Вот. Но худи классные. Берите на размер больше тогда. Но мы теперь переходим к Nike Air Monarch 4. Почему я не хотел их вам показывать? Почему я не хотел их вообще, не знаю, покупать? Да просто потому что какие-то личные соображения, не более того. Вот. Но это все-таки те кроссовки, которые, как я считаю, самые модные, стильные и бюджетные. Что самое главное. Потому что вы сейчас вот возьмите 5000 рублей и найдите мне классные кроссовки без каких-либо скидок. Просто так вот в магазине. Без каких-либо реально дополнительных поисков и так далее. Но вы не найдете крутые стильные кроссовки, которые будут отвечать современным тенденциям. Потому что в моде сейчас кроссовки, которые непозволительны большинству. Самые бюджетные, которые мне вспоминаются, это какие-нибудь New Balance 990, которые начинаются от 12000 рублей. Ну, 12000 рублей это как бы много и мало кто за такие деньги может обувь себе купить. И из-за этого многие покупают себе паленые кроссовки. Паленые Balinsaga 3S. Так делать никогда не нужно. У меня есть отдельное видео про паль. Почему не стоит покупать паль. И я надеюсь, мне сейчас никто не будет писать про то, что паль это хорошо. Я не знаю, что не так у этих людей с головой, когда они говорят, что это хорошо. И находят в этом какие-то плюсы. Потому что плюсов в паленых вещах нет. И как я сказал в своем видео про обзор кроссовок из масс-маркета. Не стоит покупать паль, потому что за 4000, которые вы тратите на паленые Balinsaga 3S. Вы можете не казаться стильным, покупая фейк. А быть стильным. И сейчас я вам покажу, как вы можете быть стильным. А вы можете быть стильным, купив Nike Air Monarch. Они стоят 3800 рублей. Мягко говоря, я сам был в шоте, когда увидел на них такую цену. Потому что когда я про них узнал, увидел их в инстаграм-аккаунтах огромного количества ребят, на которых я подписан. Я думал, они стоят ну 1010, 15. Ну, никак не 3800. Как они вошли в моду? Появились, значит, изи 700 и все их начали сравнивать с Air Monarch, когда только произошел релиз. И несколько месяцев назад все как-то начали их покупать. Их начали постить к себе различные знаменитые издания, типа NC Gallery и тому подобных. Которые постят к себе, знаете, всяких там модных ребят. Где, кстати, я тоже появлялся, что безумно приятно. Вот. И их начали просто все покупать. И сейчас это одни из самых трендовых кроссовок. Одни из самых хайповых кроссовок. Ненавижу это слово. Но эти кроссовки реально хайповые. Их покупают почти все. Это удивительное вообще явление. В момент того, когда в моде сейчас хай-хай фэшн. И все хотят себе Balenciaga, Gucci и так далее. И как бы Nike, Adidas простые. Уже вообще никак не котируются. Потому что в моде сейчас хай-фэшн. Оттого это нонсенс. Это настоящее явление, про которое я должен вам рассказать. И для меня вообще шок того, что я их захотел себе купить. Заключается в том, что я увидел эту рассветку. Я увидел эту рассветку. И я вспомнил то, что, Жень, тебе же через неделю улетать. А у меня уже завтра самолет. И я понял то, что у меня по сути кроме Рафа Симонсов. Ничего и нет такого, что мне прям безумно нравится. А я люблю тренд на Dead Shoes. Ну, ребят, они офигенные. У них вообще всего три рассветки. Про которые все знают. На данный момент. Которые сейчас в открытом доступе продаются. Это Total Black. Она моя самая нелюбимая. Потому что она выглядит как рыночная модель. Очень сильно она на нее похожа и смахивает. Там сильно клей виден и так далее. Ну, потому что черные кроссовки. Потом есть кроссовки белые. С синей обводкой с вуша. Они мне тоже не нравятся. Они слишком выглядят олдскульно. Ну, прям вообще они в современность как-то не попадают, как я считаю. А вот эта вот модель, ну, как бы, ребят, я считаю, это самая стильная расцветка, которая представлена. И что это не 3800 на минуточку? Важный момент. У меня скоро выйдет видео, либо оно уже вышло, где я рассказывал про кроссовки из масс-маркет, вторая часть. Я купил кроссовки из Бершки за 4000 рублей. Эти стоят 3800. Вот для начала сравним Nike и Бершка, да? Разные уровни, согласитесь. И кроссовки из Бершки были настолько токсичными, то, что когда я открыл пакет, а там был пакет, а не коробка, что, опять же, шок, да, наверное, для многих за 4000. В меня просто ударил вот этот вот токсичный какой-то яд. У меня покраснело лицо и потекли слезы. И на минуточку. Это стоит дешевле, чем то божество из Бершки. То есть, как бы, понимаете, почему я вам их советую? Понимаете, почему не стоит покупать фейки? Потому что всегда можно найти крутую альтернативу. И Nike Air Monaco это крутая альтернатива любым датшус-кроссовкам, которые носят реально все, кто как-то сейчас к моде относится и кто понимает весь этот тренд, кто его поддерживает. А я один из тех ребят, которые обожают 90-е нулевые. И я за тренд датшус. Я за весь этот тренд. Я не люблю минималистические кроссовки типа Common Project, типа Stan Smith. Stan Smith я имею, я их носил и ношу. Но это не то, что полностью характеризует мой стиль. Я любил датшус с того момента, пока этого понятия еще не существовало, когда этого тренда не было. И да, кто не понимает, о чем я сейчас говорю. Тренд датшус это тренд на массивные кроссовки из 90-х нулевых, которые носили наши отцы. Ну, что-то вот такое вот, что вы могли видеть в фильмах тех самых, опять же, годов типа Американского пирога, к примеру. Вот, там опять же все были в подобных моделях. Я даже найду кучу кроссовок с отцами в таких кроссовках. С чем их носить и где их купить? И какой размер купить? Очень важный вопрос. Купить их можно на La Moda, Wildberries и Sportmaster. Sportmaster я их покупать вообще не советую. Там, по-моему, какие-то самые странные и хреновенькие эрмонархи приезжают. Они почти все какие-то убитые и расцветок там почти никаких нет. Там, как правило, только черная модель, которая, как я сказал, самая, наверное, неудачная. Wildberries и La Moda есть, но я все-таки выберу La Moda. Я их купил на La Moda, потому что La Moda сейчас сервис, это очень крутой сервис, потому что у них классные пункты выдачи. Если вы не хотите работать с курьером, там, функция примерки и так далее. Вот, и очень вежливый персонал, очень удобный сайт, удобное приложение на телефон. То есть, как бы, La Moda это то, что я вам советую, если вы будете их заказывать. И я вам советую их прям заказать, если вам они понравились, потому что, когда я их заказывал, эту модель в эти сутки выкупила 258 человек. Это очень много для России, потому что, ребята, Россия и high fashion, это очень далекие понятия. У нас, ребят, модных очень мало. С чем их носить, да? И какой размер? Размер взять на полуразмера поменьше нужно, а не большие меры на полуразмера. С чем носить? Если вы хотите выглядеть максимально модно и стильно, то с укороченными широкими брюками, тогда их массивность уравновешивается. Либо с прямыми брюками, которые будут ложиться на них складками. Тогда вы соблюдаете полностью тренд на 90-е нулевые, когда как раз-таки все носили вот все со складками. Из денима это regular denim, типа 501 ловайсов. Никаких 511 ловайсов здесь не нужно. Но если вы хотите их носить с джинсами скинни, либо со слимфитами, опять же, типа 511 ловайсов, то это лучше делать и весной, либо осенью, когда вы можете сверху добавить объема, чтобы, опять же, уравновесить этот объем. Это может быть какое-то объемное пальто, объемный тренч, либо какая-нибудь объемная джинсовка, либо дубленка, чтобы, опять же, уравновесить их объем. Только тогда их стоит носить с узкими джинсами. Иначе этого делать не нужно, потому что стопа будет казаться экстра большой, а этот объем нужно уравновешивать. Ну и подводя итог, хочу сказать то, что вот он. Вот она. Та самая альтернатива за бюджетные деньги, которую я, ребят, всем советую. Выглядят они офигенно, я считаю. И я буду их носить с огромной радостью. Вот. И советую всем их приобрести. Если вы так же, как я любите, тренды шутс, и если вы не хотите тратить много на него денег, потому что, ну, действительно, сейчас это мода, на, типа, Баленсиага, Трипл СС я их тоже сильно хочу, но их сложно купить, это раз, а во-вторых, 70 тысяч. Но это прям уже жесть какая-то пошла у нас. Все становится дороже и дороже, дороже и дороже. Что меня не может не огорчать, конечно же. Ай. В общем-то, это все, что хотел сказать. Ну и на этом, наверное, все. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин